Ангела Меркель попала в аварию, ДТП произошло на автобане. В бронированной Ауди канцлера случайно врезалась попутная машина, за рулем был пенсионер, никто не пострадал. Меркель сразу же пересела в машину сопровождения, продолжила свой путь в столицу. Там канцлер и подписала коалиционное соглашение. Все подробности у Татьяны Лагуновой из Берлина. Правящая коалиция создана через три месяца после выборов. После напряженных переговоров и партийного референдума немецкие о политике наконец-то договорились. Сегодня лидеры ХДС, ХСС и социал-демократической партии подписали коалиционное соглашение. Министерские портфели уже тоже разобраны, поделили по-братски. Шесть у ХДС, шесть у социал-демократов, три достались младшему партнеру христианских демократов ХСС. На двух назначениях стоит остановиться отдельно. Главным дипломатом Германии снова станет эсдек Франк Вальтер Штайнмайер. Он уже руководил МИДом во времена прошлой большой коалиции и довольно успешно. Но есть один момент. Эксперты предполагают, что социал-демократ и близкий друг Герхарда Шлёдера будет более лояльным и беззубым по отношению к России, чем либерал Гидо Вестервелля. Эти прогнозы не беспочвены, но внешнюю политику страны все равно определяет канцлер. Еще одно интересное назначение – министр обороны. Впервые в истории страны Бундесвер возглавит женщина, мать семерых детей и бывший министр труда Урсула фон дер Ляйен. В Германии эту хрупкую фрау называют абсолютным оружием Ангелы Меркель за личную преданность канцлеру и умение решать сложные политические задачи. Более того, Урсуле фон дер Ляйен прочит и роль преемницы Меркель. В следующие же четыре года Германия будет руководить Ангела Меркель. Уже завтра депутаты Бундестага проголосуют за ее третий срок. Татьяна Мугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.